Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня, как и год тому назад, мы, наверное, начнем уже, как ни странно, подводить итоги года. Почему? Потому что речь пойдет о налогах. И сегодня у нас в гостях заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС России номер 17 по Московской области Евгения Сергеевна Маргун. Здравствуйте, Евгения Сергеевна. Добрый день. Вот так вот рано, в октябре, я уже, например, получил письмо счастья, как у нас называют, транспортный налог. И уже даже оплатил его, я сплю спокойно теперь. Скажите, а почему так рано все начинается? Почему там не в ноябре, в декабре, когда люди уже подводят все итоги? Во-первых, это связано со сроком уплаты. Он в этом году приходится на 1 декабря 2020 года. Налоговый орган обязан за 30 календарных дней вручить налоговые уведомления. Поэтому кампания по рассылке налоговых уведомлений и начинается, вы считаете, рано. Москва и Московская область – вообще самые последние два субъекта, которые осуществляют рассылку налоговых уведомлений. Потому что на нашей территории очень много плательщиков. И обобщить всю информацию необходимо для этого времени, чтобы и другие инспекторы смогли отработать в полном объеме. Поэтому другие регионы, иные регионы… Поскольку еще? Начинается рассылка еще летом. Июнь, июль. Кто как быстро отработает качественно налоговые базы, так и начинается рассылка. Вот Московская область рассылка начала в сентябре месяце. Сейчас как раз путь документов подходит к концу. Все налогоплательщики на сегодня должны уже получить извещение. То есть все охвачены уже, как говорится. Осталось дождаться. Осталось прийти на почту, забрать свой конверт, в котором ознакомиться с тем, что должны заплатить. Если какие-то вопросы есть, опять же, можно обратиться в инспекцию посредством личного кабинета. Либо лично обратиться, прийти в операционные залы и решить какие-то вопросы, какие-то неточности, какие-то вопросы, которые именно касаются, может быть, льгот, их заявить. Мы сейчас поговорим об этом. Но прежде, ведь как ни крути, при том, что время сейчас сложное, но оно не стоит на месте, идет вперед. И многие люди даже не обращают внимания уже, даже потеряли ключик от своего почтового ящика. Вот как быть в той ситуации, когда вместе с... Ну, а у некоторых есть ключик, но вместе с так называемым мусором под названием рекламки всякие, он выбросил вот это вот письмо и не знает, что оно его ждет на почте. Или делает вид, что не знает. Если... Ну, здесь, конечно, нужно дисциплинироваться каждому гражданину и понимать, что если до 1 ноября уведомления тем или иным способом не получены гражданинам, необходимо обратиться в налоговый орган, причем в любой налоговый орган, неважно, где вы живете, по прописке совершенно у нас по вручению уведомлений сегодня действует принцип экстерриториальности. Где вам удобно, находясь в командировке, либо на отдыхе, вы можете обратиться в налоговый орган и получить налоговое уведомление, чтобы успеть до 1 декабря оплатить? То есть нет такого, что гражданин скажет, вы знаете, а я ничего не получал, это ваши проблемы, то есть это не работает. 52-я статья налогового кодекса говорит, что заказное уведомление направляется заказным письмом и шестой день является днем вручения налогоплательщику. А есть вероятность того, что, ну, как-то в суете не успеют, ну, не отправили? Я имею в виду, сама налоговая не отправила? Такого нет, поскольку у нас это делается сегодня централизованно. То есть если ранее, берем опыт, там, даже 5-6-7 лет назад, когда мы самостоятельно паковали, конвертовали эти письма вручную, сегодня это делается централизованно, центрами обработки данных, которые находятся. Вот люди, такая небольшая ремарка, удивляются, почему я получил письмо то из Твери, то из Нижнего Новгорода. Почему? Как раз именно по этой причине формируется такой большой банк данных. Он направляется как раз в эти центры обработки данных, находящиеся в городе Твери, и в Нижнем Новгороде еще есть два центра обработки данных. И вот оттуда массово, во все, вот Тверь, например, ЦФО обслуживает, да? Во все регионы, районы, области Центрального федерального округа приходят письма. Ну, хорошо. Последний уже вопрос на эту тему, чтобы мы понимали, что не удастся выкрутиться из этой ситуации. А потеряться она не может во время уже почтового отправления? То есть может каким-то образом? Мы же все-таки человеческий фактор. Машина сломалась, я не знаю, не приведи господи, что с ней случилось и так далее. Ну, конечно, 100% дать гарантию никто не может. Может это случиться, поэтому я и говорю, рассчитываю на сознательность граждан. То есть если вы не получили до 1 ноября, потому что у вас должно быть 30 дней на то, чтобы оплатить по этому уведомлению налог, обратитесь все же в налоговый орган любым возможным способом. Уточните, что там. Почему не? Вам обязательно продублируют, распечатывают это уведомление. Какие вот сейчас должны прийти налоги, как они называются? Ну, я вот транспортный знаю, поэтому я тут спокоен. Какие еще налоги могут прийти сейчас к населению? Как вы уже озвучили, транспортный налог, налог на имущество физических лиц. То есть это на приватизированную собственность, на приобретенную собственность, жилые дома, комнаты, квартиры, нежилые помещения, сооружения, строения и прочее. А также земельный налог на земельные участки. То есть как бы 3 может быть... Еще есть четвертый налог, который, это буквально с прошлого года ввели, налог на доходы физических лиц. Тот налог, который не был удержан вашим налоговым агентом, такой, как, например, ваш работодатель по какой-то причине не смог, сделал вам подарок и не смог удержать налог, потому что подарок у вас был в натуральной величине. Например, банки, если возникает некая комиссия по уплате процентов, некая материальная выгода, также нам сообщает информацию, что НДФЛ не был удержан. Вот теперь такой налог будет включен в сводное налоговое уведомление, и налог этот нужно будет до 1 декабря вместе с имущественными налогами оплатить. То есть надо не пугаться, что придет что-то новое. Лучше потом выяснить либо у банка, либо сразу идти к вам все-таки выяснять. Я к чему веду? Вот важный сейчас вопрос. У нас же население в налоговом плане, к сожалению, не очень воспитано, образовано. И с появлением нескольких таких писем человек один сразу будет платить, потому что он не в курсе, а лучше заплатить и все. Ну, может быть, для него это небольшие деньги. Для кого-то большие, может быть, деньги. Для кого-то непонятно. Вот он куда может обратиться и пройтись, и выяснить, что действительно такой налог существует. Конечно, самый простой и, наверное, удобный способ – это завести все-таки себе личный кабинет на сайте налог.ру. Это всероссийский сайт? Всероссийский сайт. Подключить личный кабинет также можно экстерриториально в любом налоговом органе. Единственное, но нужно один раз с паспортом явиться хотя бы в любую инспекцию страны. Получить доступ к личному... В любую инспекцию страны? Вы увидите там все. И почему у вас банк выгрузил какую справку, какую сумму дохода, с которого не удержан налог? Вы увидите все свои объекты. Какие есть задолженности или их нет? Какие платежи? Вот вы, например, сделали уплату транспортного налога, вы этот платеж уже увидите. У вас будет по транспортному налогу сейчас числяться переплата. Вы это все увидите. Поэтому самый быстрый и легкий способ – это открыть личный кабинет и онлайн посмотреть, почему у меня все-таки такое уведомление сформировалось. Если возможности разные, у всех есть возможности, может быть, технической возможности нет подключиться, компьютера нет, то тогда нужно обратиться, естественно, в налоговый орган, чтобы там разъяснили, по какой причине начислен, в частности, налог на доходы физлиц. Хорошо. То есть вы ведете к тому, что все-таки налоговые органы нам помогают, да? Естественно. То есть это, знаете, как у нас есть такое понятие правоохранительные органы, в которой почему-то вот все люди, кто в форме, а вы знаете мое отношение к форме, они сразу как-то начинают как бы «здравствуйте, извините», и так далее. А на самом деле сбор налогов – это жизнь государства, да? То есть если мы не будем платить налоги, то общая вся структура страны, она будет, ну, немножко шататься. Поэтому платить налоги нужно, но другое дело, что хочется платить по закону. Для этого, наверное, есть вы в качестве помощника. Вот если в личном кабинете вам что-то непонятно, или, как вы сейчас слышали, нет возможности, или вы куда-то уезжаете, там, где, может быть, интернет плохой, да? Ну, я думаю, что налоговые инспекторы всегда можно найти, правильно? Конечно. Сейчас много вообще налоговых инспекторов по стране? То есть это такая профессия, ну, скажем, как будто вы говорите, можно обратиться в любой орган страны, да, налоговый. Их много? Налоговых органов? Да. Но в целом по стране их порядка 900 налоговых органов. Но сейчас, например, Московская область взяла направление и в пилотном проекте участвует по укропнению налоговых органов. Вот если взять, например, давность 15 лет, 2005 год. Была и МНС по городу Люберца, отдельный МНС по городу Держинскому, отдельный МНС по городу Латкарина. Сегодня это межрайонный номер 17, который объединяет в себе четыре городских округа. Мы одна из крупных инспекций в Московской области. Ну, это связано, наверное, с развитием интернета, потому что все-таки рассматривается вопрос, что люди могут делать многие документы, оформлять их через интернет. То есть не нужно куда-то ходить, и зачем тогда держать помещение, людей и так далее. Конечно, в том числе и это идет оптимизация кадрового состава, кадрового персонала, потому что какой смысл плодить инспекторов в каждом городе, если, в принципе, у нас территориальная доступность, даже доехать до нас невелика. И, опять же, сегодня Московская область в пилоте находится, и будут продолжать укрупняться более мелкие инспекции, которые у нас на сегодня еще имеют место быть. Я еще хотел бы вернуться к теме. Мы ее в прошлом году тоже поднимали. Но давайте напомним, и сегодня, мы так уже частично начали, прозвучала фраза, статья такая-то. Вот если человек не уплатил налог в отведенное время и вообще не уплатил, то ли исчез куда-то, то ли еще что-то, какие дальше против него могут быть действия? Первое – это требование. На основании 69-й статьи Налогового кодекса плательщик уведомляется о том, что у него имеется задолженность. В этом требовании прописывается жесткий срок, в какой срок эту задолженность необходимо погасить. Это как бы второе напоминание. Второе напоминание, но там уже будут в этом требовании учтены санкции в виде пения, исчисленные на сумму задолженности, поскольку вы не заплатили до 1 декабря налог. То есть за 30 отведенных дней, то, что мы с вами говорили. Хорошо, человек проигнорировал и это второе напоминание. Дальше что происходит? Налоговый орган имеет право по истечении срока уплата по требованию в течение полугода обратиться в рамках 48-й статьи Налогового кодекса в суд для взыскания задолженности с имущества гражданина. То есть мы обращаемся в мировой суд, получаем судебный приказ, это упрощенный порядок, направляем его, будь то служба судебных приставов для взыскания, либо работодателю для изъятия соответствующей суммы заработной платы, либо в банке для обращения взыскания на расчетный счет. Хорошо. Это все. Это последний вариант. Или я к чему веду? Машину заберут, если человек злостно не платит за нее? Здесь уже включится механизм исполнительного производства, который дает возможность именно службе судебных приставов. Арестовывается. Да, мы производим аресты совместно службы судебных приставов. В этом году у нас их уже более 150 в городском округе Люберцы. Мы арестовываем имущество. И в последующем, если должник в отведенное время не гасит эту задолженность, срок озвучивают приставы, соответственно, имущество оценивается и реализовывается с аукциона. В целях погашения задолженности перед бюджетом. Ну и часто такие аукционы бывают. И много ли у нас сейчас в Московской области? Есть какие-то, может быть, цифры людей, бегают от налогов? Ну, должников традиционно процентов 25-30. Да, то есть у нас компания по направлению в суды для взыскания материал документов варьируется в зависимости от года, от 25 до 30 тысяч должников. Это в абсолютной величине. Но, конечно же, такие прецеденты, что с аукциона продается имущество, на сегодня нет, поскольку должники все-таки стараются погасить все это в рамках исполнительного производства. То есть все-таки каким-то образом удается их отыскать, найти и уговорить, чтобы не отобрали машину, квартиру и прочее имущество, все-таки заплатить деньги, и эта сумма уже будет совсем не той, которая была в самом начале. Но, конечно же, нужно понимать, что если мы включили механизм взыскания задолженности через приставов, придется еще платить 7% в исполнительский сбор службы судебных приставов. Ну, типа заработаем. Ну, они же предпринимают некие действия для того, чтобы разыскивают имущество, накладывают ограничения на это же имущество в регистрирующих органах, на расчетные счета и прочее. То есть государство хочет отобрать в хорошем смысле слова свое, то, что положено ему, налоги, вы будете любезно заплатить. Поэтому, наверное, гражданам лучше в первую очередь не допускать задолженность. Второй момент, если это произошло, погасить его все-таки, наверное, по требованию, дабы не допустить еще плюс к сумме долга еще 7% исполнительского сбора. Ну, а во второй части мы сейчас начнем отталкиваться от пандемии, как это было и как это, возможно, сейчас будет. И там прозвучит такое ласковое для всех слово «льготы». Давайте сделаем небольшую паузу и вернемся в студию программы «Открытый диалог». Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Напомню, что сегодня у нас в гостях заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС России номер 17 по Московской области Евгения Сергеевна Маргун. И мы говорим о налогах. В первой части мы говорили о том, какие налоги скоро или, возможно, уже к вам пришли. И заглядывайте почаще в почтовый ящик, потому что, чтобы вы не стали свидетелем неких вариантов, когда государство хочет все-таки забрать у вас налоги и думать, что вы почему-то злостно их не хотите платить, а просто вы не заглянули в почтовый ящик. Мы также поняли, чем это может грозить. А вот теперь, во второй части, я хотел бы все-таки оттолкнуться от проблемы, с которой мы столкнулись в 2020 году, то есть проблема 2020 – это пандемия. И я прекрасно помню, и все наши телезрители помнят, что правительство, озабоченное ситуацией, на целом направлении своей деятельности ввела льготы. Вот каким-то образом налогов эти льготы коснулись? Например, мой транспортный налог, он пришел в полном объеме или в каком-то сокращенном? Ну и где, если есть льготы на налоги, то как это работает? Ну, прежде всего, конечно, правительство предприняло и выпустило несколько постановлений, начиная с 409-го, о мерах поддержки, которая оказывалась бизнесу. Потому что пандемия, условия закрытия производств различных предприятий повлияла, конечно же, на бизнес. Были выделены по постановлению отрасли, которые наиболее пострадали, если вспомнить начало года, прежде всего, это, конечно же, пассажирские авиаперевозки. Далее добавлялись бытовые услуги, парикмахерские, мы все знаем, были закрыты. В общем, целый перечень видов деятельности, которые пострадали в результате данной пандемии. Таким предприятиям были предоставлены возможности по отсрочке уплаты налогов. Естественно, платить налоги никто... Замену уплаты налогов ее сделать никто не сделал. Давайте сразу еще сказать, налоги никто не отменял и не отменил в ближайшее время. Их надо платить, но отодвинули сроки. Отодвинули сроки. Отодвинули как сроки уплаты налогов. Они все приходятся как раз на конец года, когда мы сейчас более или менее вошли, бизнес работает, более или менее вошли в колею. Второй момент. Отодвинули сроки представления налоговой отчетности. Все понимают, что бухгалтера работали на удаленке. Какие-то предприятия полностью уходили на удаленку и даже были закрыты без удаленного доступа к своим серверам. Поэтому правительством также были предприняты меры для того, чтобы отсрочить срок представления налоговой бухгалтерской отчетности. Так. И как это? Отсрочить на сколько? Вот ко мне же пришел транспортный налог. То есть, в принципе, я же могу сказать, что вот мне было плохо. Можно я заплачу в следующем году? Или не могу? Повторюсь, да, я поняла ваш вопрос. Повторюсь, что прежде всего меры поддержки коснулись именно бизнеса. Бизнеса. Физические лица, да. Вот в Московской области одной из мер поддержки гражданам введена на территории нашего региона новая льгота по уплате транспортного налога. О чем она? Если вы в течение трех лет последних приобрели недвижимость, это первая ваша недвижимость, вообще первая, и приобрели ее на территории Московской области, то вы освобождаетесь первый год от уплаты транспортного налога на 100%, второй год на 50%. Шикарно. То есть, это принял губернатор Воробьев-то своим решением. Это с какого года начинается работать? С 2019-го. То есть, по вот те уведомления, которые сегодня граждане получат, это как раз расчет за 2019-й год. И если знает гражданин, что он приобрел, ну, грубо, не позднее 2018-го года имущество на территории области, он может заявить льготу по транспортному налогу. А как эту льготу заявить? Ведь он получит все равно этот транспортный документ, да? Он куда-то, опять же, в личный кабинет должен идти или как? Опять же, вариантов несколько. Самый простой – личный кабинет. Заявление установленного образца по этой форме оно оформляется и направляется через личный кабинет. Второй момент – это можно почтовым отправлением. Можно через уполномоченного МФЦ. Можно прийти лично в инспекцию. То есть, как удобно гражданину. А он должен отправить, сказать, что я обладаю имуществом. Это тоже касается Московской области, например. Только, да. Я вот имею имущество. Пожалуйста. То есть, он должен обратиться в инспекцию, чтобы та сказала, да, да, мы видим. Я к чему веду? Почему сама инспекция не проверит эти документы, а вынуждает налогоплательщика пытаться доказать, что он имеет право на эту льготу? У нас принято постановление, что все льготы носят на сегодня беззаявительный характер. Это как раз вот о том вопрос. Я, например, сегодня, я, налоговый орган, знаю, что человек является пенсионером. Мне эту информацию централизованно выгружает Пенсионный фонд. Я знаю, что человек является инвалидом, ветераном, многодетным родителем и прочее. На сегодняшний момент мы зачастую не видим объекты в другом регионе. То есть, можно проживать в Люберцах, а иметь где-нибудь в Кашире квартиру приобрести. Зачастую я могу не увидеть этот объект. Либо этот объект еще не поставлен на кадастровый учет. Соответственно, гражданин... То есть, я должен заявить? Это в ваших интересах. И, конечно же, если вы увидели, что в уведомлении льгота без заявительного порядка не предоставлено, значит, скорее всего, налоговый орган не располагает информации, достаточной для предоставления этой льготы. Ну, согласитесь, это удобно для государства. Мы, вроде как, льготу объявили, а вы не заметили. Почему мы не заметили? Мы сейчас как раз транслируем... Нет, не заметило население. Нет, мы-то сейчас как раз с вами транслируем. Я понимаю, это здорово. Давайте тогда скажем, где можно ознакомиться с этим перечнем. Вот льгот на налоги. Есть на сайте налог.ру рубрика «Справочная информация по льготам и ставкам по имущественным налогам». Там все это озвучено, естественно. И там про Московскую область тоже написано. В частности, да. А это как эксперимент или в других регионах свои какие-то есть льготы? В других регионах свои какие-то меры поддержки. Вот Воробьев решил, что наш губернатор, что у нас будет мера поддержки такова. Хорошо. А какие-то еще льготы? Вот вы начали перечислять, да? То есть льготный список не изменился? Он расширяется. Он расширяется. Сейчас появилось такое понятие, как предпенсионеры. То есть это та категория, которая по законам действия о выходе на пенсию до 1.1.19, когда у нас еще выход на пенсию был у женщин 55 лет, у мужчин 60. Вот эти граждане являются для нас категорией предпенсионеров. На сегодня они также имеют право на льготу по объекту собственности. На один объект, например, на квартиру, на жилой дом, на комнату. И 6 соток освобождаются от уплаты земельного налога тоже предпенсионерам. То есть надо дачку купить как раз уже, когда предпенсионером будешь? 6 соток, да? Да. 6 соток, и фактически вы платить земельный налог не будете. Будете освобождены. Хорошо. Сейчас мы опять, судя по всему, хотя в разных регионах по-разному, но начинается такой, скажем, околопандемийная ситуация. Приходят ли к вам какие-то постановления, указания из высших органов налоговой инспекции, к чему нам готовиться? Ждать ли нам каких-то послаблений или пока ничего подобного нет, кроме тех льгот, о которых вы рассказали? Пока все льготы, которые необходимы были, они приняты еще в прошлом году для того, чтобы их учесть в массовой кампании по исчислению налога за предыдущий налоговый период. Наверняка в правительстве, в Московской областной думе, либо в думе государственной есть какие-то предложения по внесению изменений в налоговый кодекс. Но пока это предложения, пока они не утверждены, естественно. Хорошо. Еще такой вопрос. Мы касались, что в разных регионах существуют другие льготы. Означает ли это, что это попытка поиска какого-то общего льготного подхода? То есть, знаете, в одной области обкатать такой вариант, в другой области обкатать такой вариант. Или это право субъектов страны назначать те налоги, которые они считают нужны? Я имею в виду льготы по тем налогам, которые они считают нужны? У нас в налоговом кодексе прописано, что, например, транспортный налог – это региональный налог. Поэтому как раз и губернаторам было такое предложение вынесено, чтобы давайте мы добавим определенную категорию, которая по транспортному налогу будет освобождена. Земельный налог, либо имущественный налог – это местный налог. То есть, помимо льгот, которые озвучены в налоговом кодексе, у нас местная власть города, какого-то сельского поселения, может выдвинуть свое предложение, утвердить его, вынести нормативно-правовой акт. И эта льгота будет распространяться даже в определенном маленьком сельском поселении того или иного района. Я понял. Теперь давайте поговорим, из чего состоят налоги. Вот транспортный налог сегодня в Московской области для тех людей, у которых нет льготы. Вот он как рассчитывается и как рассчитывается имущественный налог? Я к чему просто веду, чтобы люди понимали. Давайте начнем с шести соток, это всегда проще. Как вот рассчитывается земельный налог? Кто этим занимается? Это по каким-то документам? Расчет на самом деле очень прост. Налоговая база умножается на налоговую ставку и равняется это все налогу. Налоговую ставку принимает как раз, либо она прописана в налоговом кодексе, но вообще это местный налог, принимает местная власть. То бишь Совет депутатов, например, городского округа Люберцы, приняло ставки по земельному налогу на определенный период времени. Они озвучены в постановлении Совета депутатов. А Совет депутатов не может сказать, а мы не будем принимать? Тогда ставки будут равны ставкам, указанным в налоговом кодексе. Но Совет депутатов имеет право делать вилку. То есть он может понизить ставку налога, а может, наоборот, ее поднять, но не более чем в 10 раз. Вот как, видите, то есть депутатов все-таки нужно приходить и избирать, потому что от этого будут зависеть наши с вами налоги. Однозначно. Вторая составляющая – это кадастровая стоимость. Кадастровую стоимость определяют органы Росреестра. То есть выезжает кадастровый инженер, измеряет участок, выясняется удельный показатель квадратного метра вашего земельного участка, потому что, конечно же, земля, например, Москва, или взять, не знаю, Новый Уренгой. Плотность населения разная, вообще и инфраструктура разная, мы все прекрасно понимаем. Поэтому удельный показатель квадратного метра в Москве будет, конечно же, выше гораздо, чем в Новом Уренгое. Но в Московской области тоже немало? Тоже не низкие, естественно, удельные показатели. Нам сведения из Росреестра поступают ежегодно. Кстати, в этом году 2019-й был новый этап пересмотра кадастровой стоимости как объектов недвижимости. Да, это всех напугало. Из земельных участков. Начали переживать, что скоро это дойдет до рыночной стоимости. Вообще, в идеале, кадастровая стоимость – это приближенная к рынку. Просто бывают моменты, когда она неоднозначно определена, и можно, вызвав оценщика, сказать, что моя земля не стоит таких денег, у нее рыночная цена в разы ниже. И тогда Росреестр пересматривает стоимость. Но все равно я так понимаю, что государство хочет присутствовать, ну или как скажем, оценивать квартиры, землю, автомобили все-таки по реальным ценам, а не по тем, которые раньше были там написаны на бумаге. 5 рублей – это стоит квартира, а не 5 миллионов рублей, как на самом деле. Конечно, конечно. Но это, наверное, все-таки выгодно для тех, кто обладает этой недвижимостью или как? Ну, у нас, получается, пытается законодательство все-таки приравнять все необходимые условия. К реальности. Естественно. Я имею в виду, это хорошо для населения или все-таки это плохо? Ну, это реально. Если берем опыт 10 лет назад, когда квартиры продавали, все знали, что продавая квартиру за миллион рублей, миллион рублей не облагается налогом. Дается вычет согласно 220-й статьи. Поэтому все договора заключали на 999 тысяч, но при этом писались две расписки. Расписка на 999 тысяч как по договору, еще расписка на 4 миллиона якобы за какие-то неотделимые улучшения. Вот, к сожалению... Ну, тогда подождите, но это удобно? Это удобно, но сегодня это вне закона. Сегодня законодатель установил, что квартира должна быть продана по цене не ниже 70% от кадастровой стоимости. Если опять на сегодня возникают моменты с миллионом или с 990 тысяч налогового органа, в одностороннем порядке доначисляет налог НДФЛ до с цены, которая должна быть реальная. Ну, тогда надо работать в кадастровой службе. Это такая тогда коррупционная история. Тут, может, меня могут кто-то уговорить, чтобы я оценил квартиру в миллион рублей. Которая проверяет органы прокуратуры, которые проверяют назначение земель реальности, естественно, и удельный показатель. Как так один участок стоит 15 миллионов, а другой рядом стоящий миллион. Конечно же. Ну, хорошо. Будем надеяться. Понятно, что это пока у нас в таком направлении идет не до конца еще отработана эта система. Но ясно, что того, как вы говорите, раньше продаем заодно, а на самом деле в уме держим другое уже, скорее всего, не будет. Нам нужно завершать. Я предлагаю вам, Евгения Сергеевна, как всегда, обратиться к нашим телезрителям. Я надеюсь, они поняли сегодня, что их ждет. В хорошем смысле слова, придут скоро письма, что нужно платить налоги. Ну, обычно всегда говорят, заплати налог и спи спокойно. Какой сегодня девиз у налоговых инспекторов Московской области? Ну, прежде всего, давайте вступим в Новый год без налоговой задолженности, естественно. Поэтому, уважаемые налогоплательщики, очень прошу вас отнестись серьезно к рассылке налоговых уведомлений, получить это уведомление, исполнить свою обязанность по уплате налога. Не ждите срока крайнего 1 декабря, поскольку может затеряться в документах, вы можете забыть, не вспомнить потом, что не оплатили, и для вас будет нонсенсом, когда прилетит требование. Поэтому, получив уведомление, прошу вас сразу исполнить свою обязанность. К тому же, сегодня масса способов, это и QR-код, и штрих-код, и УН, и в банк можете обратиться. И сделать это можно круглосуточно. Поэтому, прошу вас все-таки быть добросовестными налогоплательщиками и исполнить обязанность по уплате налога. Спасибо огромное. В гостях у нас сегодня была Евгения Сергеевна Маргун, заместитель начальника Межрайной инспекции ФНС России номер 17 по Московской области. И с ее приходом мы понимаем, что до Нового года остается не так много времени. Так что, в этом есть даже какая-то, может быть, и праздничность. Спасибо вам огромное. С вами был Николай Пивненко в программе «Открытый диалог». Редактор субтитров А.Семкин